Дом мастерицы отмечает свой юбилей. На протяжении 15 лет Центр декоративно-прикладного творчества собирался всего округа лучших рукодельниц. Как творили и возрождали забытые ремесла и как начинался творческий путь Центра, расскажет Любовь Пермякова. Год петуха, но вот они еще не выросли. У нас год только начинается, поэтому у нас птенчики маленькие, они в лукошке сидят. Татьяна Пензенцева, руководитель женского клуба «Душечка», показывает одну из последних своих работ – очаровательных птенцов в корзинке. Как шутя говорит женщина, когда-то несколько окружных любительниц, совсем неопытных, как птенцы, пришли в Центр декоративно-прикладного творчества, который стал не только местом рукоделия, но и вторым домом. Почему мы сюда ходим? Можно этим заниматься дома? Да, если небольшие вещи, этим можно заниматься дома. Но мы здесь каждый раз учимся, у нас здесь содружество и сотворчество. Мы постоянно подпитываемся один от другого идеями. Потому что здесь такая атмосфера, здесь тебе всегда рады, здесь тебя научат, здесь тебя поймут, подскажут. И здесь нам всем душевно хорошо. Благодаря душевному теплу и более 70 мастерицам, которых объединил общий дом, каждую неделю в нем рождаются новые войлочные шедевры – национальные игрушки, изделия из кости, интерьерные куклы и многое другое. Мастер-классы посещают не только любители рукоделия, но и педагоги Дома детского творчества, школы искусств и учителя общеобразовательных школ. 15 лет назад, когда только появился Центр, за творческими знаниями пришли и известные в настоящее время окружные мастерицы. Мое знакомство с этим домом состоялось тогда, когда я еще работала учителем первой школы, учителем технологии. И здесь проводились и проводятся мастер-классы и приглашают мастеров с разных городов. И для того, чтобы поднять уровень своих познаний и передать это детям, потому что учитель должен обучать своих детей, это первое правило, знакомить с разными культурами и с разными технологиями обработки того или иного предмета. 15 лет назад, наверное, мы не имели такой возможности искать какие-то идеи в интернете и каким-то образом делиться этим. То есть это как раз появилась возможность каким-то образом делиться друг с другом и показывать то, что мы творим. Показывать свое творчество окружные умельцы стали 21 декабря 2001 года. Именно тогда Центр открыл двери для всех посетителей. Первым мероприятием нового дома стала выставка окружных мастеров декоративно-прикладного творчества. Следующим этапом нашей работы это было создание женских клубов, клубов по интересам. В 2007 году мы написали проект «Сохраним наследие», благодаря которому на базе нашего учреждения прошло более 70 мастер-классов по разным направлениям прикладного творчества. Этот проект работает и сегодня. За 15-летнюю деятельность домик творчества, так привыкли называть его рукодельницы, неоднократно менял свое название. С 2015 года он стал отделом декоративно-прикладного творчества этнокультурного центра. Такой тандем, по словам Марины Маргось, позволил расширить границы народного искусства. Проводятся совместные мастер-классы, реализуются общие проекты и появляются новые мероприятия. Но главное – остается неизменным. В этом доме всегда тепло и уютно. И для каждого здесь найдется занятие по душе.